мама роди меня обратно к зачатию реально надо готовить питание снятие дефицитов у людей снизился порог личной ответственности правильная фраза пара в родах если будет обвитие пуповины как вы будете действовать не надо чтобы женщина время беременности до седьмого месяца скакала на работу это тупо это стрёмно это это низко для мужчин проблема токсикоза может быть решена еще перед самим зачатие раскручиваются очень сильные торсионные вихри и есть возможность притянуть более высокую душу мама роди меня обратно почему я назвал так тему потому что хотелось бы чтобы некоторые уже родившиеся дети да и прошедшие роды были с одной стороны пересмотрены с точки зрения процессов которые там происходили с другой стороны возможно это убережет каких-то последующих родившихся детей буду в будущем до от сложности сегодня надеюсь что будут у нас вопросы я надеюсь что я буду на них отвечать чтобы было веселее для начала хочу сказать о такой важной вещи у нас мамочки очень часто совершенно не задумываются о том что нужно готовиться не только к родам либо время до периода вынашивания плода но и к самому зачатию с этим у нас реально существует некая проблема а что такое да зачем готовиться к зачатию в качестве некого некой зарисовки такой пример когда ко мне ходила одна девушка которой были некие проблемы совершенно не звучало вопросов но она довольно молодая вопрос был совсем в другой области и она у меня как бы пришла за определенными результатами мы с ней работали и когда я снял ей проблему минимизировал практически там до до исходных значений да там телесные какие-то штуки она просто однажды прибежала скалой знаете не буду я к вам пока ходить потому что я беременна оказывается 7 лет они с мужем могли завести ребенка о чем это говорит мы вообще не касались этой истории с ним там по-женски да ну как я естественно там какие-то коррекции провел но они были не не суть важны там не было особых проблем на проблема была в другом то что она не могла зачать просто потому что организм понимал что в таком состоянии она физически не сможет выносить ребенка а она уже себе бесплодие придумала там уже и на мужа гнала короче сложности возникали у них взаимодействие оказывается проблем совершенно никаких не было в мочеполовой сфере проблема была в другой сфере там неврологической и судороги да совершенно распространенная тема когда мы решив одну проблему просто убрали все остальное были другие истории когда тоже женщина ходил ты тоже пришла по другой теме совершенно я просто увидел нет небольшую ретрофлексию матки то есть не совсем правильное положение матка должна чуть-чуть вот так вверх смотрит для удобного зачатия у нее было чуть вниз и как бы повернута что зажимала функционал там придатки яичники не совсем адекватно работали я и буквально там за секунды это все поправил и пошел дальше по как бы потом там по опорно-двигательному были вопросы оказывается походя получилось решить вопросы во первых болезненных месячных она мне почему то не сказала об этом вроде как интимная история она на таблетках проживала цикл у нее это прошло у нее выравнивался цикл уменьшился по времени по временным рамкам а потом она умудрилась то есть одна маленькая история которая просто меняет жизнь поэтому самый такой важный момент о котором большинство женщин или не догадывается и не задумывается в силу молодости некой ветренности или просто потому что об этом никто не говорит и нет этого опыта но к зачатию реально надо готовиться есть у вас мысли каким образом можно готовить те кто здесь у нас в аудитории да каким образом можно готовиться к зачатию подготовка к зачатию насчет поста наверное не соглашусь почему потому что пост для же для женщины которая ну что такой пост пост это некий дефицит вот пост это некий дефицит я бы тут скорее поговорил наверное вот правильно о питании да то есть регуляция собственного питания вот причем я сегодня у меня нет задачи уходить в какие-то прям тонкие тонкие вещи иначе у нас лекция может растянуться до вечера я просто ну то есть это сегодня лекция это популяризаторская функция то есть рассказать о неких каких таких базовых аспектах чтобы женщины чуть задумались вот кстати у кого женщин есть интерес все-таки к этому я надеюсь у меня есть файлик когда я готовился к лекции один из моих учеников прислал говорит вот нашел старых архивах и прислал мне короткий такой документе где в 70 пунктах указаны важные базовые моменты касающиеся народов вот я считаю что этот документ должны знать женщины так что если у кого-то есть интерес пусть мне пишут в личку я в соцсетях присутствую и я отвечу перешлю этот документ потому что он важен перечислять его смысла нет там и про гормоны и про все такое нет смысла но это базовых вещах понятным простым языком я сегодня постараюсь проговорить итак питание причем под питанием я подразумеваю снятие в принципе всех дефицитов которые имеют место быть то есть питание да питание снятие дефицитов снятие дефицитов вот питание снятие дефицитов большинство женщин заходят в процесс зачатия находясь в дефицитах этой витаминные дефициты и двигательные дефициты часто это дефицит и сна до циркадных ритмов поэтому вот здесь именно снятие дефицита в плане витаминов микро микроэлементов минерала вот соответственно отсюда у нас что идет исходя из питания да это наверное все таки стоит немножко себя проверить посмотреть на те моменты какие дефициты у человека присутствует мужчин тоже касаемо мужчин тоже касаемо потому я вот помню историю когда один мой приятель женился у него такая разумная женщина она чуть старше его она ну такой привык плыть по течению как было нашел себе такую маму которая решалась за него жена начальник она говорит так миша в общем чем мы будем рожать скоро миша да да будем рожать нам надо зачать ребенка все я уже придумала имя уже там просписала полный план и в общем ты перестаешь бухать и курить миша такой блин ну миша как бы жестко не бухал и пивка любил не реально она его заставила то есть она чуть ли не с алкотестером его по вечерам встречала там она следила за тем чтобы он пил правильные витаминки она там продавила историю что он бросил курить то есть она там сводила к врачу с миша сдал все анализы ну она естественно тоже и они прямо этот момент наблюдали потом она зачала греться миша на ти пиво иди расслабляйся функцию выполнил да то есть вот вот так вот на самом деле это адекватный подход не в том чтобы дать пиво после того как все получилось а в том чтобы реально как бы подготовиться и мужчине и женщине и как раз таки например сдача анализов это хорошая история сейчас слава богу не надо стоять диких очередях поликлиниках сейчас есть куча исследовательских лабораторий где вы можете спокойненько приехать в приятном светлом месте сдать немножко там свои кровушки например да и проверить там а если железо дефицит потому что когда женщина будет беременна и и кровь будет разбавляться с ростом плода то есть и же всю эту кровь и и количество придется разбавлять жидкостями для того чтобы хватало и плоду поэтому железо дефицит может сыграть большую роль надо этот момент закрыть там посмотреть там что с кислотами до что жирными кислотами с омега-3 до что что у нас с кальцием потому что если у мамы дефицит кальция то что у нас если она не смогла я закрыть этот дефицит перед тем как начать вынашивать ребенка у нее будут вываливаться зубы волосы у нее будут болеть тазобедренный вплоть до развития каких-то артрозных историй а ребенок будет плохо сформирован в плане костной структуры поэтому я считаю это очень важная часть вообще самого процесса также это имеет роль и во время во время уже вынашивания тоже для того чтобы плод формировался сейчас слава богу у нас стало появляться достаточное количество специалистов в том числе и по беременскому питанию почему-то пока что к этим людям не так много женщин обращается есть мысли почему у нас в принципе этой темой так слабо интересуются женщины которую в целом еще здоровье жизнь зависит от правильного соблюдения неких правил почему у нас это приходит спонтанно почему многие не планируют детей почему это происходит спонтанно это да это я соглашусь вот наша сегодняшняя лекция она и направлена на то чтобы это невежество уменьшить да я полностью с этим соглашусь но давайте наверное подумаем о том что у людей снизился порог личной ответственности да то есть как у нас раньше происходило родовспоможение совсем-совсем давно были бабки повитухи до которые то есть это был целый класс целая каста определенных людей специально подготовленных для этого и естественно они когда случалась какая-то такая история они во первых говорили мамки как себя вести чего делать помогали с родами помогали с первой правкой после родов и все было замечательно но при этом они же как они же не просто молча приходили ну как говорят лучшая акушерка та которая сидит на кухне пьет чай и не отсвечивает то есть но это реально так то есть лучшая акушерка это та которую не заметили не заметила пара которая рожает которая в родах причем вот это правильная фраза пара в родах потому что почему-то у нас мужчины вообще как бы отстранились от это сейчас когда говорят о том что там какой-то партнерство какие-то взаимоотношения но что касается родов я вообще не в теме другой момент что так как это все-таки касается личного процесса женщины женщина должна быть компетентна в этом вопросе в первую очередь потому что мужчина за женщину не сможет правильно дышать правильно тужится либо не тужится он не сможет засовывать и в рот нужные микроэлементы то есть это должна отслеживать женщина мужчина должен выполнять свои функции ко мне кстати часто обращаются там звонят мужчины говорят там вот хочу там чтобы у меня жена родила там сама или еще что-то это еще женой разговаривал она сама в принципе хочет он такую не она вообще не в курсе как бы я вот пришел с вами сначала посоветовать игру сначала женой поговорите потому что вы должны с ней сначала прийти к какому-то взаимопониманию у меня была история когда звонит мне один парень говорит в общем я решил я решил что роды мы будем проводить дома я говорю окей сколько через сколько у вас роды ну сказали где-то неделя максимум 10 дней осталось отлично говорю а где вы были раньше он говорит ну как бы я думал думал и вот надумал я горюки а вы готовы он такой я пару роликов на ютюбе посмотрел нормально рожают я говорю хорошо я задам пару вопросов говорю первый жена вообще в курсе ну как бы ну я и по факту скажу а чё и делать ну как бы все я просто скажу она родит я говорю важно было на курсах дышала ли она там умеет ли она дышать как она вообще к этому относится какой уровень страха у нее внутри вот такой мощи она у меня это запуганная достаточно принципе очкует поэтому хочет в роддом я говорю а вы не думали что она очкует потому что вот задам вопрос если будет обвитие пуповины как вы будете действовать а чё это такое я говорю а если например рождение последа будет ну немножко сдвинуто во временных рамках а что такое послед я говорю окей я уже понимаю ваш уровень подготовки я говорю пуповину говорю вы как собираетесь ну что с ней делать будете он такой блин хочу с пуповины это делать ладно я пошел думать то есть я просто задал несколько простейших вопросов человеку и он потух я понял что он совершенно не готовился он посмотрел пару роликов на ютюбе его приколола эта движуха модно и он решил что жена будет рожать дома а ты чё будешь делать и он такой ну потом мне перезванивает она говорит подскажите мне пожалуйста акушерку чтобы мы с ней родили ну я понял что я не успею за четыре дня подготовиться мало за пять бы успел за четыре уже не успеваю акушерка есть ни одна акушерка не будет с вами работать если она не наблюдала вас в процессе прохождения всех этапов она но вы для нее незнакомы она не успеет за четыре дня подготовка она просто не возьмет на себя такую ответственность именно та которая дома принимает роды вот к блин я говорю вот идите договаривать уже там раз вы пошли по этому уровню если жена у вас принципе на это не готова это не вам решать это решать вашей женщине вот такие тоже случаи бывают это тоже совершенно неадекватный подход к подготовкам ладно продолжим дальше не продолжим я хотел сказать о том что раньше были повитухи да потом у нас там когда расслоение общества стало больше да там тоже дворянство и те же крестьяне ну крестьян какие-то были люди которые могли помочь да там более опытные женщины некая преемственность была либо когда совсем смутные времена ну рожали как придется и от этого здоровья не добавлялось знаю истории там многие те кто за естественные роды они это не совсем вдумчиво и на самом деле скорее хуже делая они рассказывают это вот там раньше бабки в поле там наши наши прабабки это в поле родила и пошла дальше пахать а она же не от хорошей жизни это дело на дело от того что вариантов не было и это очень такой нехороший момент в нашей истории на котором не стоит брать как пример типа родила и поскакала абсолютно не так потому что я с этой истории немного знаком ну в силу специфики да то что я остеопраг целительством занимаюсь я вижу какие последствия дает дает необдуманное или вообще отсутствующее восстановление послеродового процесса у них вариантов не поэтому да она родила подвязалась и пошла потом выпадение матки геморрой и все остальное это неадекватно поэтому защитники естественного естественных родов лучше молчали про это потому что это позорная часть нашей истории другой стороны были дворяне у которых были ресурсы и возможности они рожали дома приходил семейный врач который наблюдал фенотип генотип он понимал чего ждать от данной женщины потому что он наблюдал ее там чуть ли не вот таких и либо его папа наблюдал передал все свои дела то есть это были родовые доктора которые знали ну так же как раньше были повитухи в селах которые знали все село и понимали какие у них между собой там взаимосвязи психосоматические какие у них а кто на кого обиделся кто как что в себе несет то есть чем они питаются чем живут а сейчас у нас приезжает какая-то тетя в какой-то роддом ее совершенно не не знают и чет с ней пытаются сделать с этим сложности но вообще сама история роддомов она же возникла тоже ну кто-то говорит что это происки жидомасонов рептилоидов пришельцев сириусы там кого еще там вот в общем с под земли каких-нибудь адских сатанов да да иллюминатов вот еще подсказывает мне андрей ну да я думаю иллюминат самые-самые страшные ребята да вот и на самом деле просто когда вот это расслоение было сильно не будем лезть вот в эти все конспирологии но когда меня конспирологи по ему закидают тухлыми яйцами вот в сети потом скажут и чё типа как-то мог сказать да но на самом деле когда женщина рожает а потом идет пахать или когда в город по приезжало много женщины просто некому было нормальные роды им провести тогда были придуманы роддома как помощь ну неким малоимущим то есть тем у кого как это низким слоям населения но не потому что они там опустившись а потому что ну тогда была такая ситуация не все могли себе позволить нормальные роды и поэтому утра дома это как выход из вот этого положения плюс роддома были сделаны потому что там проституция расплодилась и противозачаточных не было рождались большом количестве потом роддома приобрели более нормальный социальный статус сейчас это как бы норма жизни но некая безответственность она в силу того что я приеду врач все разрулит она осталась это некая такая инфантильность в сфере здоровья когда я вообще ничего не хочу знать я буду заниматься потреблением а потом как говорится я приеду и акушерка все разрули но отсюда и родились вот эти вот все перекосы то есть подготовки к зачатию в принципе нету подготовки к родам тоже в принципе нету потому что задача роддома провести сам процесс рождения ребенка все это их узкая специализированная задача извините чё приезжает с тем и работают поэтому тут винить сильно там докторов которые вынуждены принимать огромное количество этих младенцев не совсем верно винить саму систему можно потому что сама система тоже коммерция большой поток она тоже конечно искажена но я не снимаю ответственности самих живых людей это очень важный аспект того что голову включать надо и хотя бы если вы собираетесь рожать да даже если это по залету ладно у вас есть девять месяцев после по залету ладно вы узнали на третьем месте у вас есть еще целых полгода я когда готовился ко вторым родам то есть я вторые трети роду супруги принимал сам единственно вторые роды у меня супруга пошла учиться мы нашли тут одну из лучших акушерок на тот момент которая дольше все больше всего опыта имела мы сказали что мы хотим рожать сами потому что анатомию физиологию я знаю надо только специфику изучить мы встречались этой акушерка она дала мне вот такую стопку книг там назвала кучу литературы который должен изучить и это у меня уже была подготовка определен мне нужно было только понять что с младенцами там происходит супруга занималась ней там ходила на курсы училась дышать там в общем всячески подготавливать то есть по факту даже и это все уже как бы ну то есть мы изначально рассматривали все-таки роддом но когда я копнул в это поглубже я понял что что-то мне не кайф вот уже это делать плюс возникла ситуация при которой рождение в роддоме могло грозить кесарем у нас была такая специфическая ситуация там было обвитие пуповины еще вопросы были по здоровью из-за там определенного стресса и я понял что мой вариант это роды в воду то есть в роддоме я не смогу договориться на этих условиях и поэтому начал готовиться то есть по факту я начал готовиться уже когда супруга была у меня на сносях нормально мы успели подготовиться потому что я конкретно полгода зарылся штудировал поставил себе цель и за полгода реально изучить очень много при же при желании супруга тоже изучила все прошло идеально я считаю поэтому у кого есть цель есть возможность у кого нету куча сейчас центров клиник открывается где можно все что угодно сделать там и свечи вам поставят и ча-ча-ча станцуют и нижний брейк слабают чтобы только вам было хорошо поэтому нет возможности и временные ресурсы тратьте как говорится финансовые ресурсы либо сейчас мы будем говорить о том что можно еще сделать для того чтобы минимизировать рождение даже в роддоме ну как минимизировать негативные штуки поэтому некая доля безответственности присутствует в целом из-за того что мы переложили ответственность за свою жизнь здоровье и здоровье наших детей в руки совершенно чужих часто не заинтересованных людей и я этих не заинтересованных людей понимаю прекрасно потому что ну когда ко мне приходят люди которые абсолютно не следят за режимом сна за режимом питания абсолютно совершенно наплевательски относится к своему здоровью и хотят чтобы за один сеанс сделали молодыми здоровыми и чтобы они порхали как козочки то это нереально я говорю я могу вам вправить выпихнутый позвонок нужно качать за вас красивую мускулатуру убрать высосать из вас из пупка жир я не смогу у меня нет таких функций вы должны сами конкретно поработать тогда они надувают губы говорят ну я так не играю у меня была одна история когда-то давно когда ко мне обратилась женщина она спросила мы можем попробовать то есть тазобедренный болят можем попробовать что-то с этим сделать я сказал да но это будет не один сеанс это при ну я посмотрел и я говорю шанс есть хороший мы можем но придется повпахивать прямо с полгода конкретно повпахивать будет все дюштяк я потом дам вам задачи и вы пойдете все это сделать законе это что-то много я лучше суставы поменяю я был шоке от такого ответа я лучше поменяю суставы типа по и целых полгода надо потом она мне звонила она поменяла себе один сустав естественно через год и сказали что надо менять другой звонит мне не плачет говорит а мы можем поработать чтобы вот как вы говорили полгода я говорю поздно у вас уже один сустав поменят железо я уже не смогу вам дать и нагрузки которые можно было на 2 все равно пойдет нагрузка он развалится и тут когда говорю надо было тогда и можно было и по факту после первой операции у нее спросил сколько она восстанавливалась она сказала что она восемь месяцев толком не жила то есть она там на таблетках сидела на лекарствах и испытывала абсолютно нездоровые состояния вот а так было бы полгода веселухи со мной спортивных нагрузок и всего прочего поэтому у нас такая тема присутствует ладно вернемся к нашей подготовки к зачатию что еще мы можем здесь сказать давайте поработаем так еще раз по очереди в идеале вообще уже сейчас когда вы посмотрите эту лекцию потому что гораздо проще смотрите в чем дело если человек ел фастфуд я же не знаю правную точку когда если человек ест фастфуд запивает кока-колой то я скажу ну с года полтора пока тело перестроится пока стресс как бы уйдет из организма если человек в целом здорово питается ему коррекции понадобятся совершенно незначительные если например человек уже адекватно питаться ему просто надо сдать анализы посмотреть какие есть дефициты пропить необходимые элементы да какие-то неважно в каком виде это уже частный вопрос там попить кунжутного молока попить зеленых коктейлей очень индивидуально и надо смотреть ну просто у меня пришли два человека два друга один в целом здорового питания это реальный случай сейчас рассказываю а второй ну прям он живет на фастфуде то есть доширак макдональдс там еще какие-то такие истории это его любимая еда и ест он на ночь а то второй более-менее питается они оба приходят с одинаковым запросом по набору определенной формы и я одному говорю тебе достаточно мы с тобой там справимся за две-три недели а этому говорю с тобой полгода он так возмущался он говорит сфигали почему ему там столько а мне вот полгода потому что я говорю ты посмотри на себя ты жаробасина вот он так ну как бы расстроился что я ему так сказал игру ну а как ты хотела и другом говорит я же тебе что ты жаробасин ну тебя видишь тебе и сказали что ты жаробасина ну то есть вот это так потому что когда человек неправильно питается то есть вот приходит приходит ко мне мальчик а у него липомы по всему телу а в липомах там всякая гадость и для того чтобы это убрать нам надо полностью перестроить его всю биохимию и это капец долго и нудно поэтому да вот можно за полтора за полтора года начните будет круто но бывает так что люди в целом уже в принципе готовы к нормальному зачатию надо просто провериться да то есть можно даже написать первым не питание а первым это сбор информации сбор информации то есть собрать информацию своих дефицитах второе это питание снятие дефицитов да то есть второе это у нас будет третье это у нас будет например что но ты близок почти андрей ну это да дух тела разум тренируй разум это как бы формула вообще жизни на самом деле выстраивание режима режим потому что можно быть вегетарианцем но при этом нажираться на ночь например прям в 12 часов ночной дожор всем выйти из сумрака встречи встречаемся у холодильника и все такое в целом режим прошу в 12 жрать около холодильника на ты спать должен в 12 должен уже в принципе спать я уже даже не пройду не говорю циркадные ритмы циркадные ритмы это наш сон и бодрствование мы должны это настроить женщине это важно потому что женщина должна запастись сном она должна зайти в зачатие отдохнувший тогда ребенок будет сильнее иммунка будет сильнее она должна в процессе вынашивания высыпаться она не должна носиться утром подрываться на работу с бешеными глазами это кстати к мужчинам относится не надо чтобы женщина во время беременности до седьмого месяца скакала на работу это тупо это стрёмно это это низко для мужчин я считаю что это неправильно другое дело когда женщина мужчина ее обеспечивает всем и женщина говорит да мне по кайфу я там хожу мы чай пьем это другой разговор но если женщина реально замужем и она выживает ей приходится идти работать ну как бы мужик ну как бы ты 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 не крут я мягко скажу ты просто никому поэтому вот это тоже очень важный момент режим режим выстроить и режим потому что когда женщина зачала и потом у нее там например движухи какие-то на ночью толком не спит неважно по какой причине либо у нее дискотека либо ночную смену работает то она за она в вынашивание зайдет уставшая без ресурса потому что наш ресурс определяется не только количеством микроэлементов до в организме нашим питанием но и тем насколько тело отдохнувшая потому что иммунитет очень сильно зависим наш иммунитет наши компенсатор компенсаторные функции очень сильно зависит от того насколько мы высыпаемся насколько правильно мы ложимся насколько правильно встаем человек который встает поздно у него невралгия по-любому будет присутствовать а невралгия это неправильные сигналы сильные наоборот либо слабый приходящий к мозгу ребенка то есть мозг ребенка по сути все девять месяцев лежит в маме и чувствует мир через маму через ее обработанные сигналы и если эти сигналы неадекватны если мама хрен пойми как спит если она психует нервничает у нее трясутся руки у нее неврология истерия то ребенок естественно все это запишет на подкорочку у него нервные окончания рецепторные они не смогут нормально развиться потому что если мама находится в перевозбужденном состоянии то у ребенок будет считать что это норма и потом в жизни он будет тоже искать этого перевозбуждение некоторого так что как только вы узнали что вы там у касты есть трек прошел через вот там очень хорошо они в одном куплете про это рассказали про маму то что мама мама неплохая мама просто не знает как как по-другому то есть у нее нет особо вариантов обвинять можно кого угодно и масонов и самих женщин но задача то какая вот даю информацию изучайте пробуйте менять что-то в своей жизни это гораздо эффективнее чем кого-то обвинять гораздо эффективнее или перекладывать ответственность на кого-то да да лучше чтобы женщина да пораньше ложиться пораньше вставать тогда и ребенок у вас будет тоже нормально вставать нормально ложится фишка это какая важно чтобы в правильное время суток ребенок получал активную информацию от мамы то есть женщина да это даже если уже брать когда она уже зачала да то есть ребенок должен нормально спокойно днем чувствовать там как мама ходит гуляет что-то нюхает то есть они они когда она там в 12 часов там в инстаграме сидит вот я да ну и вот и представьте то есть у женщины полностью нарушена биохимия да все биохимические процессы откуда у ребенка будут нормальные биохимические процессы не знаете вот что мне всегда поражало и я до сих пор уже сколько много лет прошло я не перестаю удивляться приносит ребенка маленького совсем у которого невралгия аллергия еще какая-нибудь история и и ну сейчас расскажу неважно вот аллергия у него вот факт принесли ребенку у него аллергия и они так удивляются ну как он же только родился откуда у него все это говорю из чего тело было сформировано его тело она говорит из моего огуря ваше тело полностью здорово то есть не может мама построить здоровое тело если у нее тело тоже не здорово не может мама дать ребенку нормальную биохимию для многих это реально откровение они взаимосвязи не это думают вот есть я я отдельная составляющая есть ребенок он божественно непорочным зачатием спустился мне в лона фигня он выстроился четко из ваших алгоритмов если механик был пьян он соберет кривую ладу гранту ну реально он не сможет собрать нормально поэтому если у женщины проблемы с биохимией да если у женщины проблемы с биохимией но она не сможет построить нормальный адекватный живой организм если у нее проблемы с неврологией стресс повышенный кортизол ребенок будет с повышенной тревожностью если у мамы были уже какие-то аутоиммунные реакции это перейдет к ребенку потому что тело тело к телу вот я сейчас об этом раз мы это но это вот потому что у нее уже неадекватные биохимические нейронные связи так выстроены то есть клубника с первым это круто витаминка возможно когда вы зашли в то есть не хватало мяса да почему потому что возможно вы просто зашли с некоторым дефицитом белковых структур а так как ваше тело знает что с мяса можно добыть белок например ну а может быть b12 а может еще что-то то есть а может быть железо там же с кровью бифштекс да то есть возможно у вас железо дефицит был и если бы вы этот момент отследили заранее то вам бы такого не хотелось то есть у меня у супруги и хотелось кунжутного молока например потому что там кальций ей хотелось вот я вообще хотелось нюхать какие-то вкусные запахи это о чем говорит ребенка у ребенка по ресурсной базе более менее было все закрыто и поэтому он развивал мозг и а запахи это очень сильная стимуляция лобной доли то есть корковых процессов рептильного мозга и получается что она там меня будет ночью говорит там что-то на улице офигенно пахнет ты должен мне это добыть что такое я пошел приношено убери эту гадость и не то принес я ладно пошел еще на и это не то то есть блин я вообще в шоке нашел что-то по пахнет приношено да да это принеси мне еще я принес я смотрю на токсикомания какая-то такая ну вроде настоящий продукт но суть в том что ребенку нужен был именно этот запах для стимуляции каких-то процессов и это натурально то есть реально цветок и прям я эти цветы ставила нанюхала потом в какой-то момент ее отпустила но она до сих пор когда да какой-то момент то есть она дала необходимую информацию ребенку и его процессом женщине очень важно давать максимум каких-то реакций которые требуют организм это ребенок но они быть здоровы и мозг тоже должен присутствовать вот мы только на днях встречались с моим другом тоже записывали с ним некую беседу и говорили о здоровье ну естественно я готовился к этой лекции мы зацепили родовспоможение так что какие-то вещи там будут дублироваться ну вот он мне задал вопрос у него знакомая она как бы хотела дышать выхлопными газами да я как бы с таким вот лично я не сталкивался у меня другие были интересные истории да ну суть в чем это организм это значит что кровь закисленная и организму просто не хватает ребенка не хватает кислорода и он таким образом маме говорит мама ты сейчас ну-ка дыхни-ка попробуй каково мне а с учем она дышит вот этими парами организм начинает вырабатывать больше кислорода то есть усваивать в условиях дефицита соответственно сосудики меняют свое положение кровь начинает более активно течь и ребенку становится как бы полегче то есть это тоже биохимические реакции тут нельзя сказать что это привязка к выхлопу наш не токсиком они ладо это именно ребенок сигнализирует о каких-то процессах но тут я бы скорее все-таки бы например попил кислородные коктейли выехал бы в горы и подышал а не лез бы под вот это это уже то есть ребенку фигово и он уже таким образом управляет поведением матери ну то есть точнее сам организм матери на дыхни чтобы нам это придушить чтобы получить какую-то стимуляцию чтобы ребенку ну вытащить из его из состояния то есть это все реакции надо наблюдать женщине беременной вообще надо наблюдать итак режим до 4 что мы можем сказать при подготовке к зачатии то есть нам нужно разобраться собрать информацию да по поводу собрать информацию в каком плане проанализировать какие зоны у нас проседают следующая разобраться с питанием до следующая разобраться с режимом сонги да да какие такие процессы с четвертым что вот там говорили про спорт про тело подготовить тело на подготовка тела подготовка тела я так общими буду писать что доска маленькая но что подразумевается во первых действительно я бы рекомендовал сходить к остеопату например вот для начала просто потому что это вот прям то к чему я подводил многие женщины заходят в роды со смещенным например с заблокированным крестовым сочленением со смещенным или заблокированным тазовым тазовыми костями с неправильно работающими бедренными связками и самими тазобедренными суставами и что самое печальное со смещенным заблокированным копчиком и потом когда приходит такая женщина уже прям сильно на сносях и просит поправить а ты не можешь потому что есть как бы ты можешь но если ты поправишь возможно выкидыш потому что ребенок полностью подстроился под эту кривоватую но все-таки родную систему и именно вообще наверное по сути я для лекцию начал для того чтобы рассказать о том что дорогие мои надо обязательно я не говорю что ко мне это не рекламная акция вообще просто сходите к какому-нибудь адекватному травматологу мануальщику остеопату ну я конечно больше за остеопрактику остеопатию она более мягкая вот то есть она не тратит ресурс человека так сильно но просто посмотрите на свой копчик на свои бедра просто вынашивать с больной ногой когда ты хромаешь это совсем не то же самое что гулять среди деревьев дышать воздухом и кайфовать от того что у тебя все хорошо в теле это совершенно разные истории разберитесь с этим то есть отследить и вот еще раз копчик тазобедренный крестцовое сочленение шея посмотрите эти зоны посмотрите что у вас с ними и еще посмотрите что с кишечником потому что если с кишечником есть проблема потом когда животик будет расти с кишечником проблем станет больше даже элементарно может там не на месте или оцикальный клапан стоять там или сфинктероиде будет сейчас буду ругаться всякими словами нехорошими непонятными для вас но суть в том что посмотрите за своим кишечником потому что иногда иногда часто проблема токсикоза может быть решена еще перед самим зачатием то есть женщина у которой с кишечками нормально она может не испытывать токсикоза потому что часть вопросов по токсикозу снимается просто нормальный разбором зон спазмов кишечника что когда его натягивает может просто напросто натягивать пищевод и будет токсикоз может ненормально то есть из-за натяжения вот этих всех кишок которые так спазме может натягивать сфинктер желудочный он будет нормально не закрываться не отрабатывать будет обратный заброс желчи будет жжение постоянно то есть это все можно решить еще на стадии зачатия то есть даже перед зачатия и поверьте это гораздо круче чем решать когда уже вот таким животом там уже тут ребенок тут трогать нельзя уже сложно очень сделать и стоит подготовить свое тело с точки зрения пройтись по нему прийти к какому-то компетентному человеку с одной стороны а с другой стороны можно заняться какими-то видами спорта но то именно таких зарядка йога плавание правильное плавание никогда голова плывем потому что блокируется наоборот кайсовый поясничный сегмент так что вот вот это очень важный аспект также если вы почиститесь о чем было вначале сказано да пост но пост какой вдумчивый опять же не не адский какой-нибудь там шанкопракшаланами просто почиститься немножко для для чего опять же чтобы тело было чистыми не было токсикоза потому что очень часто те же аутоиммунные реакции ребенка младенца это ответ на аутоиммунные реакции мамы то есть у мамы уже есть там какие-то аллергии у нее есть какие-то токсины то есть антинутриенты какие-то яды в организме либо какие-то чужеродные белковые соединения на которые реакция тела аутоиммунный ответ то ребенок тоже может выдать эти аутоиммунные реакции поэтому если с этим разобраться до вообще все будет круто то есть гораздо будет все легче это что касается вот этих аспектов ну и конечно же к зачатию тоже стоит подходить и с точки зрения как бы некой информационной чистки то есть если у вас в голове огромное количество всяких странных вещей лучше их сразу отработать чтобы весь психосомат не пошел потом в ребенка еще чтобы я посоветовал здесь правильно подойти к вопросу видео не для детей к вопросу секса потому что самое идеальное зачатие когда перед зачатием женщина например испытала оргазм почему потому что как говорят люди которые занимаются духовностью ну я тоже эти вопросы изучаю однажды я сделаю семинар по сексологии по духовной сексологии я готовлюсь к нему сейчас вот то когда правильно все проделано раскручиваются очень сильные торсионные вихри есть возможность притянуть более высокую душу ну это уже совсем для тех кто прям хочет да суть в том что это сейчас есть определенные уровни пласты реальности есть определенные мерность и вопрос какой мерности вы заходите если ну знаете почему наркоманки бомжи там рожают так легко и быстро потому что это низкоплановые души с плохой кармой с низкой вибрации то есть они находятся очень близко по частотности то есть низко их легко притянуть неприкаянные души это очень сложный вопрос который требует очень вдумчивого ответа но я сейчас немножко расскажу о том о чем я хотел сказать суть в чем когда все происходит на уровне животном то вихрь небольшой воронка мало то есть чем более высокомерная душа чем более у нее высокие частоты тем она больше ну по своему объему информации да потому что дети рождающиеся определенным багажом позитивной кармы с определенными частотами высокими у них много у них богатая приданная некая души которые нищебродные то есть которые все слили в предыдущем воплощении они естественно ну сгулькин нос поэтому малая воронка притягивают вот такие души чем сильнее вы раскрутите чем больше вы энергии вложите в процесс тем легче притянуть адекватную душу чем на более высоком уровне сознания и развития вы находитесь тем легче притянуть адекватную душу с адекватной кармы поэтому вот если посмотреть на людей с какой какие дети у них рождаются в процессе вот это видно развитие или деградации то есть по ним это видно и иногда не сильно иногда более-менее ровно иногда прям сильно видно как человек развивается или как он наоборот деградирует поэтому это важный аспект чтобы процесс зачатия тоже был адекватным тоже надо изучать эти моменты потому что во время зачатия реально открываются некий ворота в другую мерность и душа большая широкая глубокая великодушный человек то есть великодушное существо зайдет гораздо проще в большие ворота она сможет протиснуться почему до часто там при изнасилованиях людей у детей очень большие проблемы это еще и касается того что каким образом было произведено зачатие это очень важный вопрос почему же рождаются даун да отвечу андрей на вопрос много причин этой кармические моменты в том числе и родители этих детей это и вопрос того в каком состоянии рожали а было ли не правильное родовспоможение а может быть то есть например 90 процентов рожденных даунами да как правило эти женщины у них присутствовала какая-то наркотическая составляющая жизни неважно во время родовспоможения в чем вкололи либо до этого ничего на чем-нибудь сидели то есть и вот выходят такие дети то есть это это целый отдельный большой вопрос про который можно да то есть реально вот есть статистика вопрос надо изучать насколько было родовспоможение в тот момент ну знаешь ли ты полностью всю ситуацию вот в том-то и дело я просто разбирался с такими ситуациями здесь лично ко мне приходили и мы каждый раз мы что-то находили то есть какую-то предпосылку это либо у мамы был адский стресс какой-то либо у нее была гипоксия либо у ребенка была гипоксия либо вкалывали кинтипедуральные анестезии либо давали какой-нибудь газ то есть это морфины опиаты кокаин содержащие продукты которые вызывают необратимые изменения мозга то есть это всегда что-то либо папа наркоман либо алкоголик то есть это всегда что-то это всегда что то есть как на уровне духовном так и на уровне телесных я я не встречал пока историй когда бы все было гладко как правило просто про свои скелеты в шкафу не хотят рассказывать даже бывает неосознанно просто прячь я с таким сплошь и рядом чуть ли не на каждом своем рабочем дне встречать когда люди приходят вроде бы все рассказали но не все и ты из них вытаскиваешь они ну я посчитал что это неважно у самого глазки бегают мышь хитрые хитрый у нас как бы мы несчастные нам легче перевалить можно нужно связывает ли душа родителя до родителей между собой знаете я тут считаю что я поддерживаю эту теорию но я считаю что здесь и в ту и в ту сторону играет бывает так что душа хочет воплотиться и видит что вот эти ребята отлично мы подошли зависит от уровня возможности этой души сами понимаете то есть бывает что родители могут создать хороший такой союз на который найдутся свои покупатели да а бывает что душа если она очень высокоуровневая она может притянуть этих людей бывает это духовные договоры еще до воплощения всей этой компашки то есть нельзя линейно эти вещи прослеживать потому что на самом деле уровней взаимодействия огромное количество бывает так что какой-то душе надо воплотиться и она видит что вот эти ребята классно подойдут или предлагают вот смотри есть вот такие вот такие вот такие ну как бы в принципе вот выбирай и она под свои цели и задачи выбирает какую-то пару а бывает что у них принципе настолько сильная взаимосвязь они уже несколько там воплощение между собой там какие-то движухи решают и ну агриду конечно я вот с этими работаю я уже и знаю сработанный коллектив вот бывает что ну то есть там там настолько сложные сценарии что каждый раз когда в этом разбираешься не перестаешь удивляться а мы любим какую-то одну форму вот только так ну представьте есть душа у которой мало прав потому что она так накосячила там душа как он там не убийцы там или еще да и она там не в нижних слоях летает и тут происходит зачатие она рядом оказалась и у нее есть возможность сюда проскочить ну родится определенный ребенок то есть у него нет выбора у него в принципе это ему единственный шанс будет готов на все что угодно и он может родиться низкоуровневая да и она пришла а бывает например высокоуровневое зачатие но ребенок которому нужно определенную карму проработать говорит ну вот как бы я готов классно говорят ну ты можешь сюда пройти ты как бы это твой уровень твой ранг и приходят частый случай да ну во первых это опыт это опыт это определенный опыт но смотрите например была женщина которая делала аборт ну не хотела или вообще сказала там все не хочу да или была врачом который делал аборты много можно я я просто в своей работе сталкивался с разными сценариями я это тоже не из головы сейчас придумываю это некие скажем так усредненные примеры того с чем я сталкивался и женщина как бы них не хочет как бы детей или например она делает аборт а потом или например это кстати частая история вот часто встречающаяся она просто отказывается от ребенка ну рожает и отказывается а в следующем воплощении она очень хочет детей потому что она этот опыт не накопила у нее рождается ребенок и уходит и она в шоке ну представьте то есть это вот некая ну как бы некий другой опыт с другой стороны когда человек просто просто все понимает и в следующем воплощении скорее всего и не захочется отказываться от детей вообще ни разу ну потому что как бы да там и одной регрессии ты не обойдешься там надо ковырять и ковырять но вопрос надо ли это мы же в этот опыт уже получили он у нас уже есть может быть ему просто стоит доверять этому опыту потому что это одна из это сейчас немножко такой авто будет не по теме но сейчас многие люди реально зациклились на том что они ковыряют и ковыряют и ковыряют и ковыряют и вот эту рану уже там до кости расковыряли а зачем вам это вы этот опыт уже получили на фига вам он еще раз вы же не зря его забыли вот знаете что самое классное в практиках когда тебе в процессе служения миру и людям требуется какой-то опыт который без которого ты реально не сможешь миру служить тебе его и так дадут вот все свои какие-то инсайты там воспоминания прошлых воплощений я получил только тогда когда попытках помочь кому-то я буксовал у меня было даже так что мне давали какие-то я вспоминал какие-то техники которыми владел раньше просто потому что на данном этапе ну не мог помочь человеку я я понимал что я должен ему помочь я буксовал и мне приходило я помогал и этому как бы то есть я в попытках помочь другому рос вот а идти целенаправленно ковырять в это я не вижу смысла люди на сборой настолько циклиться что они не живут в настоящем они живут своими прошлыми воплощениями а зачем тогда было блокировку это включать мы тогда все все помнили бы а мы так опыт не получим необходимо вот это что касается вот таких тем да то есть духовная составляющая тоже должна присутствовать духовная составляющая тоже должна присутствовать ну соответственно алкоголь и интоксиканты от этого лучше отказаться и желательно вот как раз там за полтора два года ну то есть заблаговременно для того чтобы и это касается обоих родителей на самом деле потому что перед зачатием я прям отдельно это скажу мужчине тоже нужно готовиться покрыть дефициты мужчине особенно нужно вопрос духовности решить кстати то есть если женщине больше нужно решить вопросы тела то мужчине нужно решить вопрос духовности потому что от того какую энергоинформационную матрицу он передаст женщине в процессе зачатия на так на ту матрицу душа и сможет лечь то есть это некий качество это некая исходная такая плата материнская на которую ляжет все остальное поэтому алкоголь наркота все эти вопросы должны быть мужчины решены и вопрос повышения духовности я сейчас это сотру я хочу кое-какой момент еще сказать на самом деле даже эти моменты можно регулировать ну понятно что кармическая часть тоже присутствует но в целом есть технологии у наших предков были такие технологии сейчас есть такие технологии просто у нас люди особо не изучают это все я сейчас просто хочу сказать про отца и про мать ну это как изначально это звучало я люблю русские образы образ творца единое целое то есть так звучит понятие отец почему потому что именно а мужчина вкладывает именно энергоинформационный геном именно энергоинформационную матрицу в женщину чтобы как бы получился человек то есть это некая это знаете если брать поставщиков компьютеров то отец это софт а матерь это железо поэтому вопросы психики это чаще всего к папе вопросы физического состояния то есть самих кондиций тела это чаще всего к маме ну как таки базовые вещи то есть там насколько он сильный родился поэтому маме надо больше закрывать то есть матери но тут вообще все материя материя тут все все легко да ну это факт же многие женщины отказываются от своей материальности ну блин ну согласитесь для чего мужику нужен массаж вот вот сейчас задам вопрос мужикам для чего нужен мужику массаж то в принципе нахрен не нужен а если нужен ну просто чтобы как бы чуть-чуть мозгу отпустила для чего нужен женщине массаж кайфануть чтобы телу стало приятно как мужики любят массаж любят ты мне вот здесь нажми чтоб хрустнула чтобы меня отпустила я пошел дальше свои функции выполнять а как женщина здесь погладь здесь помни а вот здесь вот маслица а вот здесь вот притирание а чтоб пахло вкусно еще музыка звучал потому что тело для женщин это ее храм и нее это важно то есть это реально важно и поэтому когда мы готовимся к зачатию мужик работать со своим софтом да женщина работает со своим железом но это не значит что здесь тоже нельзя не надо заниматься головой а здесь не надо заниматься тело но это очень важный момент почему там раньше женщины высокодуховных мужчин искали просто душа будет сильная на этом мы сделаем пятиминутный перерыв и пора должен а